Бензин подорожает уже этой весной. Казахстанцы будут заправлять свои автомобили по новым ценам. В этом убеждены аналитики нефтяного сектора не только Казахстана, но и России. В соседней стране намерены повысить акцизы на топливо, а это неизбежно отразится на нашем внутреннем рынке. Согласны ли с этим Министерство энергетики и насколько может подорожать бензин, расскажет Нургали Карабаев. На табло автозаправочных станций загорятся новые цифры, убеждены эксперты нефтяного сектора. По их прогнозу, в ближайшее время топливо в Казахстане подорожает под влиянием факторов из соседней России. Уже в марте там власти снизят таможенные пошлины на экспорт нефтепродуктов, а в апреле повысят акцизы на топливо, часть которого обеспечивает внутренний рынок Казахстана. Это является поводом для несчастоплодных игроков, говорить, что вот у нас издержки увеличились, у нас то, у нас все и соответственно цены идут вверх. В отличие от российских коллег, где очевидно существует определенная схема расчетов цен, казахстанские аналитики не спешат давать какие-либо прогнозы по будущей стоимости бензина. Тут сложно сказать, потому что у нас тут абсолютно, у нас даже нет методики расчета оптовых цен на бензин. Я думаю, чисто волюнторическим методом назначаются эти цены, с потолка считается. Столько-то народ потянет, столько-то не потянет. Опасения по предстоящему росту цен кажутся все более реальными на фоне заявления Министерства энергетики. Ведомство опровергло прогнозы аналитиков, но вместе с тем чиновники заявили, треть казахстанского топливного рынка – это поставки из России. Уровень цен на ГСМ в Казахстане определяется по уровню оптовых цен на ГСМ в России. В целом мы сейчас не видим предпосылок в ближайшие месяцы на какое-либо увеличение. По данным экспертов, если в 2010 году Казахстан завозил из России более 800 тысяч тонн бензина, то в прошлом году импорт увеличился еще на 300 тысяч тонн. То есть энергетическая зависимость от соседей выросла. Хотя модернизированные три НПЗ, построенные еще в далекие советские годы, должны были обеспечить внутренний рынок Казахстана своим собственным топливом. Чиновники даже планировали излишки горючего отправлять на экспорт. Правда, реконструкция нефтеперерабатывающих заводов, которую планировали завершить в 2015 году, перенесена на следующий год. И никаких гарантий, что сроки не отодвинут, нет.